Бюджет Тверской области продолжает оставаться одной из главных тем в повестке Дня Верхней Волжии. В его обсуждении приняли участие члены Общественной палаты региона. В разговоре также приняли участие представители органов власти. Диалог начался с доклада министра Марины Поттиховой. Чиновник, которая еще во вторник рассказывала коллегам по правительству о параметрах главного финансового документа Верхней Волжии, отметила, общественность также должна быть в курсе того, откуда поступит и на какие цели пойдут бюджетные средства. Публичное слушание о проекте бюджета проводится для того, чтобы максимальное количество общественности смогло поучаствовать в формировании этого проекта. Поэтому мы очень надеемся на активное участие общественности и будем рассматривать все предложения, которые будут даны, и в дальнейшем учитывать их в работе. Общественность действительно приняла самое активное участие в диалоге, и предложения не заставили себя ждать. Так председатель молодежного правительства Тверской области Антон Гончаков отметил. В будущем году вся страна будет отмечать 75-летие Великой Победы. Верхней Волжии один из тех регионов, где мероприятия носят не только торжественный церемониальный характер, но и практический. Речь о работе поисковиков. Мы просим поддержать поисковые отряды, ведь мы понимаем, что пока мы не найдем последнего воина, война не закончена. Поэтому надо приложить усилия в памятные даты и, конечно же, мемориальные площадки в регионе привести в нормативное состояние. Герман Кичатов попросил уточнить перспективы обеспечения инфраструктуры участков, которые были выделены многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства. По данным общественника, сейчас там едва ли можно возводить дома. Эти участки не были наделены никакой инфраструктурой, то есть ни дорог, ни электричества. В чистом поле им дали землю, и здесь я не обнаружил. Или это входит в какие-то программы, или это будет какой-то отдельной программой. Этот вопрос будет обязательно учтен, ответила министр финансов. Доклад которой в целом очень позитивно восприняли члены общественной палаты. Это бюджет развития, который обеспечит реализацию в регионе национальных проектов. Прокомментировал документ во вторник на заседании Кабмина губернатор Игорь Руденя. И с ним в четверг полностью согласились участники встречи. Напомним, что на нацпроекты в Тверской области в ближайшую трехлетку будет выделено свыше 36,5 миллиардов рублей. Это позволит модернизировать инфраструктуру, развивать здравоохранение, образование, экономику, сельское хозяйство, улучшить демографию. Таким образом, Верхний Волжи совершит качественный скачок в своем развитии.